Добрый вечер! В эфире ВЕСТЬ Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашем выпуске. В Карачаево Черкесии досрочно завершили капитальный ремонт дамбы на реке Большая Лоба. Новое сооружение поможет защитить от угрозы затопления более 30 жилых домов и приусадебных участков. Мошенники придумали новую схему обмана граждан. Аферисты представляются сотрудниками социального фонда в региональном ведомстве подробно рассказали о сомнительных предложениях. Молодежь республики, занимающая активную гражданскую позицию, одним фронтом выступила за создание особой стратегии в вопросах патриотического воспитания. Яркая премьера лета в Кисловодском цирке. Гия Эрадзе и Росцирк представляют шоу мирового масштаба «Бурлеск». В Карачаево-Черкесии продолжается реализация мероприятий по предотвращению паводковых наводнений в регионе. А это в первую очередь строительство гидротехнических и ремонт берегоукрепительных сооружений на территории республики. Об этом сообщил глава республики. В этом году досрочно завершили капитальный ремонт километровой дамбы на реке Большая Лоба в предгорном районе. Теперь новое сооружение поможет защитить от угрозы затопления более 30 жилых домов и приусадебных участков, в которых проживает свыше сотни жителей Карачаева-Черкесии. Кроме того, продолжается капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в Хумаре на реке Кубань. А также в этом году планируют досрочно начать ремонт дамбы на реке Уруп. Продолжается благоустройство 25 придомовых территорий города Черкеска. По нацпроекту «Жилье и городская среда», реализуемого по решению президента России, мэр Черкеска Алексей Баскаев лично осмотрел дворы в завершении благоустройства. Появятся парковочные места, отремонтируют дворовые проезды, тротуар уже вымощены плиткой, установят уличное освещение. Появились скамейки и урны детской игровой и спортивной площадки. Цель таких выездов, по мнению градоначальника, не только мониторинг работ, но и встреча с жильцами. Они заинтересованы в том, чтобы благоустройство прошло в срок качественные с учетом их пожеланий. Не хватает стажа для пенсии, выплаты прекратятся. Мошенники придумали новую схему обмана граждан. Аферисты звонят на мобильные телефоны, представляются сотрудниками Социального фонда России и говорят, что человеку не хватает стажа для пенсии, пугают остановкой выплат, если не предоставят информацию. Злоумышленники также предлагают записать гражданина на прием в МФЦ, просят предоставить скан личных документов и подтвердить запись кодом из СМС. Если вы столкнулись с такой ситуацией, знайте, это мошенники. Отделение Социального фонда России по Карачаево-Черкесии настоятельно рекомендует прекратить общение и ни в коем случае не передавать личные данные по телефону, не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами при оформлении пенсий и пособий. Работники Социального фонда не обзванивают граждан, не ходят к ним по домам с тем, чтобы уточнить персональные данные. Поэтому призываю граждан Республики быть бдительными. Все консультации, касающиеся предоставления государственных услуг Социального фонда, можно получить в клиентских службах по месту жительства или пребывания, в многофункциональных центрах. Также можно подать обращение в социальную приемную Социального фонда или на портал государственных услуг. Также можно получить консультацию сотрудников отделения Социального фонда по Карачаево-Черкесской Республике по телефону горячей линии 8 800 200 02 61 в рабочие дни с 8 до 17. В эти дни в Донбай проходит межрегиональный форум на вершине 2024. На мероприятие собрались представители благотворительных организаций, региональных и муниципальных органов власти из 20 регионов России, а также специалистов МЧС, гости из Казахстана и Абхазии. Это всего на форуме около 150 человек, представляющих 80 организаций. Основная тема форума – взаимодействие благотворительного сообщества региональных и муниципальных органов власти, а также МЧС России. В условиях чрезвычайных ситуаций в первый день участники обсудили цели и задачи мероприятия, а также познакомились с представителями разных фондов. Наши спикеры представляют собой различные организации, такие как государственные, так и некоммерческие организации, которые на своем примере рассказывают, на примере своего региона о том, как они ликвидировали чрезвычайные ситуации, с кем они объединялись и как они работали. Целью вообще форума является в конечном итоге выработка каких-то методических материалов по взаимодействию трех сторон. Это стороны бизнеса, некоммерческого сектора и государственной власти по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. То есть по итогам форума будет сформирован некий методический материал по рекомендациям, по взаимодействиям в ЧАЭС. МЧС информирует о том, что сегодня и завтра в северных районах Карачаева и Черкесии местами ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза в отдельных районах сильный. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Порывы будут при грозе до 18. Температура ночью 13-18, в горах до плюс 11, днём 23-28 градусов тепла и местами 14-19. В северных районах чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В Черкесии ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днём бессущественных осадков. Ветер западный 6-11, при грозе будут порывы до 18. Температура ночью 16-18, днём 26-28. И чрезвычайная пожароопасность. Вопросами формирования и реализации информационных кампаний, ориентированных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи в современных условиях, задавались участники круглого стола, который прошёл в Центре молодёжного инновационного творчества в Черкесске. О том, каким выводом пришли, расскажет Фатима Даурова. Молодёжь республики, занимающая активную гражданскую позицию, одним фронтом выступила за создание особой стратегии в вопросах патриотического воспитания. Она касается механизмов и инструментов сотрудничества блогеров и государства, а также успешных практик взаимодействия. Мероприятие разделено на два блока. Первое – это презентационное, в рамках которого, как представители Министерства по делам молодёжи, представители экспертного сообщества Федерального центра «Знаний Машук», представители служб безопасности Министерства внутренних дел Карачаева-Черкесии, модераторов, собственников тех или иных информационных аккаунтов, площадок выступили и рассказали, чем в настоящее время они занимаются, какие результаты есть, в каком направлении движемся. В обсуждение участвовали известные блогеры и инфлюенсеры республики. Актуальным прозвучал и вопрос безопасности в медиапространстве. Представители правоохранительных органов в своих выступлениях призвали лидеров общественного мнения быть максимально ответственными в подаче информации, учитывая уровень влияния на массы. Вопрос профессионализма и компетенций должен быть бесспорным. В рамках осуществления нашей деятельности основными принципами являются принцип открытости и прозрачности. И как раз суть данного мероприятия – рассказать о том, чем мы занимаемся, рассказать о том, насколько на сегодняшний день является важным, нужным, стратегически необходимым гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. Послушать проблемы, видения, предложения и инициативы. «Круглый стол» стал важной платформой для обмена опытом и разработки новых подходов к вопросам патриотического воспитания молодого поколения, а также создания у них правильно выстроенной гражданской ответственности. Фатима Дорова, Лебастана, Вести, Карачаево, Черкесия. Шик, блеск, бурлеск. На манеже Кисловодского цирка с грандиозным успехом состоялась премьера роскошного шоу «Бурлеск» под руководством заслуженного артиста России Гии Эрадзе. На арену вышли яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты королевского цирка Гии Эрадзе и компания «Ростгосцирк». В минувшую субботу впервые зрители уже успели насладиться великолепием триумфального шоу, получили море эмоций и впечатлений. А накануне премьеры состоялась традиционная пресс-конференция с участием представителей руководства города и артистов циркового искусства. С яркими подробностями Майя Хамдохова. Самая ожидаемая премьера этого лета – лучшее цирковое представление России, новое грандиозное шоу «Бурлеск», который представил заслуженный артист России Гия Эрадзе и компания «Ростгосцирк». В минувшие выходные зрители и гости города-курорта впервые увидели премьерные представления с мощнейшими хореографическими постановками, эксклюзивными костюмами и невероятными спецэффектами, масштаб которого можно сравнить только с бразильским карнавалом, но на манеже Кисловодского цирка. А накануне состоялась пресс-конференция при участии представителей руководства города-курорта, а также артистов продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе», которые являются артистами российской государственной цирковой компании. Участники конференции отвечали на вопросы прессы и зрителей, которые были в предвкушении настоящего праздника. По словам Гии Эрадзе, это уникальное шоу с большими и групповыми номерами, которые покорили сердца зрителей по всему миру. Абсолютно необычный проект. Здесь очень много красивых костюмов, необычных декораций, тонны просто спецэффектов, которых мы сегодня увидели на пресс-конференции. Это маленькая часть. Поэтому шоу «Бурлеск» он уникальный. Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже московского цирка Никулина на Цветном бульваре в 2019 году и собирал аншлаги в столичном цирке круглый год. Такой успех ждал артистов после триумфальной победы на 43-й международном цирковом фестивале в Монако, где они завоевали главную цирковую награду мира золотого клоуна Монте-Карло. Настоящая палитра ярких красок и впечатляющих трюков, профессиональное световое оформление, авторская музыка, зрелищные спецэффекты и первоклассное профессиональное цирковое искусство – все это заставляет зрителей не отрывать взгляда от манежа на протяжении всего шоу. Кисловодская публика хорошо знакома с творчеством Гии Эрадзе, который славится неординарным подходом к цирковому искусству. По словам зрителей, шоу «Бурлеск» – это уникальный проект не только для детей, но и для родителей. Что шик, блеск, красота, необыкновенные костюмы, необыкновенный каждый номер – это что-то удивительное. Я говорю, превращаешься в ребенка. Добавь. Мне очень понравился номер с обезьянами и зебрами. Очень необычно, что зебры – дикие животные, и вот так вот прыгают, скачут. Ярких и талантливых артистов на арене сопровождают очаровательные животные – пятнистые пони, лошади и далматины-наездники, розовые пеликаны и ламы, лемуры и гиббоны, зебры, медведи и другие представители животного мира. Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная русская кадриль и бесстрашные акробаты на встречных качелях, ловкие жонглеры на стрелах, сказочный пегас и царевна-лебедь. Эквилибристы на рояле в окружении утонченных балерин, страстная танго, гимнасты в натурниках, бронзовые скульптуры и много других невероятно сказочных номеров. В шоу «Бурлеск» представлена уникальная групповая трансформация Фаберже, которую мечтают увидеть поклонники творчества геи и рады со всего света. За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже «Яйца Фаберже», ставших символом роскоши и богатства императорского дома. Этот номер покорил сердца судей в Монте-Карло и точно не оставит равнодушными зрителей кисловодского цирка. Неповторимый образ главной героини Мадам Бурлеск полностью отражает стилистику программы. Блеск, стиль, кабаре, мюзикл, феерия и грация. По ее словам, ее образ – это олицетворение красивой и сильной женщины, которая выходит из всех жизненных трудностей с гордо поднятой головой. Чем мой образ для меня ценен и важен, это тем, что в любой ситуации, потому что у комических актеров у них всегда все идет не так, как вы замечаете, да? И в этой ситуации нам всегда с вами нужно оставаться шикарными, красивыми и уметь выходить из любых жизненных невзгод и неурядиц с гордо поднятой головой и просто шикарной, как в нашем Бурлеске. Шоу можно будет увидеть в Кисловодске до 1 сентября. Билеты можно приобрести в кассе или онлайн на официальном сайте Кисловодского цирка. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Михаак Аракелян, Вести, Карачаево, Черкесия, Кисловодск. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Вместе навсегда». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин